Мы сейчас едем в трамвае. Мы едем в трамвае. Остановили его вообще посреди. Сказали, чуваки, заберите нас. Любой выход. Давай я тебя поснимаю. Всегда какие-то приключения. Вот сегодня сошел трамвай с рельсом у чуватицов. Ну и мы сейчас едем его освобождать. Здравствуйте. Да, с валиком, ремонтная бригада. С селой, все как всегда у нас. Так что мы, возможно, станем свидетелями, как освобождали. Да, вот они наши спасители, помогители. Да, вот едем помогать. Это я говорю, если что. А то у меня закадровый голос. То как демогрома в статус. Это же Максол. Это же мы с ним, это он. Да, мы с ним пойдем на заброс. Что, и мы пидем? Пошли мы. Пошли. Так, все, идем смотреть, что случилось. Вот он наш трамвай, наша тетя Валя. Любимая. Вот я. Где ты? Вот я. В общем, ребята, сегодня будет интересный репортаж. Внеплановый. Вот. Мы ехали, в общем. Короче, мы поехали гулять на площадь Шевченко. Вот. Походили, погуляли, решили поехать домой. И, внимание, за 10 минут до того, как мы решили поехать домой. И у нас тут резко стали трамваи. Да, резко стали трамваи. Да. И вот мы сегодня будем... Там уже кран стоит. Да, участвовать, наверное, посмотрим, как лифидируют последствия схода трамвая. Именно в Пуще. Да. Ради интереса. Так что идемте. Вот наш трамвай. Тетя Валя наша. Любимая. Любимая. Любимая, да. Стоит. Вот мы и доехали. А вот у нас экскурсионный трамвай. Компортный трамвай. Стоит. Проходим мимо кафе-бара. Да, мимо. Люди тут празднуют. Вот. Люди празднуют и празднуют. Налейте 100 грамм. Да. У меня, правда, вместо шарика у меня совок, который... Вот Максим. Здрасте. Слышишь? Да. Скажи, скажи этому Супку, что может он там сказать, что они как-то немножко отъехали, чтобы мы проехали туда. Сейчас скажем, да. Скажи, что он... А, слышишь? Скажи, чтобы водитель крана, если получится, что водитель крана проехал от петуха, чтобы мы проехали. Они прохали. Я понял. Сейчас я понял. Там какие-то шпалы. Если он сошел в эту сторону, то вы же тоже не проехали. Да он не сильно сошел, наверное. Так, мы идем с Катей. Вот кран едет ликвидировать последствия. Он сдает задом. Вот. А вон там мы видим, наверное, уже сход. Смотри, надо дарить. Тут вот шпалы мы видим. К нему надо очень аккуратно проезжать. Вот мы будем помогать светить. Я вам помогаю. А вы не сотрудник наш? А я фанат электротранспорта Валера Мироненко. Валера, я понял. Узнали, да? Да-да, я понял. Хорошо. А, спасибо, приятно. Что там в Черкассах электрофикацию движется? Потихоньку движется. Которые я там видел, ставят. Да-да. Но я же уже переехал. Когда они обещают запустить Черкассы? Ну, они должны до конца года были запустить. Ну, обещают одно. Ну, посмотрим. Я же уже переехал. Я же уже в Киеве живу. Да. Не, ну, я сейчас не в электротранспорте работаю. Это кум у меня, Зевен Ласту. Он же в Куреневке там работает. Да-да. И мы с ним вместе на повышении класса учились. Он на второй, я на первый. А-а-а. Стой! Так, а тут у нас преграда. Тут разрыто. Надо будет сейчас засыпать все. Вот получается, через то, что тут ремонт проводили рельсов, теперь кран не может проехать. Надо это все как бы засыпать. Вот там мы видим сход трамвая. Ну, да. Поняла? То есть он не проедет теперь через это. Сиди ровно, потому что я сейчас... Я не могу понять, а что здесь? А-а-а. Ну, это же тут подсыпали, поняла? Меняли и подсыпку делали. А-а-а. А теперь кран не проедет. Надо это все подсыпать. А, прикольно уже. Смотри, он, смотри, откручено. А-а-а. 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 Вот так вот происходит, сейчас будем ликвидировать последствия. И вот кран МАС. Кран старенький. Задом заезжает, чтобы потом освободить. А там вот трамвай. Вот мы видим, да, кран с оборудованием. Ну и наши трамвайки вот там стоят. Кран засел на путях. Я за ними бегать не буду по всему лесу. Значит, хай они обойдут вагон, який сошел. И идут вперед по ходу движения вагона. А стоит кран, и они свои херни повыривали под шпали. И тут в яме кран засел, не может проехать. Хай идут и закапывают назад. Там один человек. Да мне хоть 21. Лопату, лопату, ай берете. Басенко, а яка тут опора? Значит, тут на 230-й, чи 52-й, служба в пути повыривала под замену шпал проявки. И кран на них засел. Стоят за сошедшим вагоном и смотрят, вместо того, чтобы... Саша, на 274-й опоре. И они стоят только дивляться, а ци бригада ногами загребает. Сказала Щербак, рятуй мою душу. А я тебе сказал, давай из городской заведу кран. Там так само порыто. Что я скажу, у меня ребенок сейчас выучил очень много новых слов. Что я еще могу сказать? Ну, так вот, многие зрители, просто интересно, как это все происходит. Чтобы вы понимали, это не все так просто. Когда происходит такая авария, это очень много людских ресурсов, сил. Особенно одно дело, когда травма где-то ломается, сходит в городе, а другое дело, когда в лесу. Просто вот мы в лесу стоим. Да, и чтобы люди понимали, что... Мы гуляем по лесу, но тут... Да, наслаживаемся вообще погодой. Форс-мажор. Форс-мажор, да. Стоим, смотрим, как... Смотрим на этот форс-мажор. Не, были бы лопаты, мы бы помогали, конечно. Почему? Я бы свою купил в магазине инструменты. Ты сам купил. Во, какая у нас лопата. Зелененькая. Не, ну это в совочек. За шарик и за лопату. А можно мы... Помогайте. Ну, как станем зеленая, зеленая дорога. Давай. Помогайте, да, рыбак. Будем копать совочком. Ты копать не будешь, если ты поломаешь совок. Потому что мама этот совок ждала 4 месяца. Не, можно палку какую-то взять и палкой... По большому счету можно и чуть-чуть ногами с топ. С этим. Вот он. Пускай идет, помогает. Пищи палку, а так бери. А, подой по нам. Да я свечу тоже. А у меня нету. На палку. В общем, кавалика падает. Суп она гныла нахуй. Нет. Есть предложение? Ты же бери, бери, дай подгот. Пуставить. 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 Ну, а сейчас смокнешь. Будет мокрым. Коваль. А вон ту яму. Вот так вот, чтобы колесо по центру проехало. Понял, Сев? Не-не, бугорок делай, он колесом это все сделает. Я бы думала, лучше вот так. О, давай, вот так. Вот, как Сева помогает. Привет, Сев? Он, он помогает, там яму засыпает. Вот обойдите, пожалуйста, вагон, который сошел, и идете с лопатами вперед до путей, там, где кран стоит, там, где вы повыривали про ямки для шпал. Идите их засыпайте, кран засел, не может заехать. О, сейчас у Макса возьмем интервью. Сынок, какие трудяки какие. У нас лопаты есть. Максон, так давай лопаты. Пошли, Максон. А, да, ребята, как же вы филок не поджимаете. Слышите? А, вы нас не поджимаете, у вас сейчас еще сзади придет уже. Давай, ведем сюда, давай. Ну, машина никуда не денется. Нет, машина понятная. Ну, так я же говорю, чтобы вы вперед не ехали. А ей прижать не як не можно? Нет, она уже все, она уже вверху перилась. А, там, видишь? Дальше только либо рейсы резать, либо это. Она была в кривой, чтобы не проехала. Ну, откуда я знаю? Я вообще знаю, что движение закрыли, а то за вами тюк и талон вон встал. Это будет интересный сюжет. Вот Максим, вы его помните с покатушек у нас на видео. До встречи весной. Да, вот мы сейчас встречаемся. Скоро 8 марта. Да, ждем следующих, да, покатушек? Конечно, а как же. Хотелось бы чаще, но как получается. Ну, да. Так, пока гудай, потух. Ага. Мы пришли за лопатами сейчас, Макс лопаты даст. Я лезла. Теть Валя наша. Начальница. Кого ты привезешь? Сапунова, на спецдиспансере. Кого-то посылали, не согласился. А я без проблем поеду. Ну, и приехал, и никого не привезло, получается. Привезло, но они на спецдиспансере вон пошел. Миша пошел. Там 4 человека, получается, да? Ну, а... Ну, а... Кран не выйдет отсюда. Ну, я... Я-то... Ехала по 19-му. Я что, не думала, что я застряну. Я знаю, что навстречу мне сошел. Хотя, если бы кран... Ну, кран уже вперся в эту рельсу. Вот. Если бы... То можно было проехать. А так, получается, ну, не проехать просто. Правильно? Ну, а может быть, и мой бы проехал, а этот же шире бы. Этот шире, да. Да. Это то, говорит, там любой. Можете пойти, да, посмотреть там. А я пойду пассажиров поспрашиваю. Ку-ку. Да, я все обследовал. Так что там печаль, беда пока. А долго? В общем, кран сдает задом. Но там проблема возникла. Так как перерита между шпалами, там где подсыпка была, кран не может дальше проехать. Вот. Лопаты нет. В общем, ногами сейчас засыпаем. Сейчас вот тут может в этого трамвая есть лопата, чтобы дальше кран доехал до этого трамвая. И проехать мы его не можем, потому что этот трамвай как бы уже. мы, может, еще как бы протиснулись. Этот трамвай чуть шире. И мы не можем проехать. Так что пока так. А кран надо, там осталось метров сто, чтобы доехал до этого трамвая, чтобы его приподнять. Вот так. Так что? Пока так. Как что дальше? Пока так. Расскажите ситуацию, что происходит. Ну, ситуация такая. Там сошел трамвай из рельс. Вот этот вот и из рельс? Нет, нет, нет. Там дальше, на встречке стоит. Вот. Получается, сейчас едет кран по этой стороне, задом. Ну, кран остановился, потому что, ну, автомобильный кран, потому что на путях есть такие перерытые участки, где шпалы подставляют. Надо эти участки засыпать, чтобы он дальше проехал. Сейчас бригада занимается, чтобы кран максимально туда проехал, чтобы поставил тот трамвай на рельсы. А мы не можем возле крана проехать, потому что он вперся в эти уже шпалы. Если тот, ну, наш бы трамвай еще проехал, а то, что впереди экскурсионный, он чуть шире. Мы не можем проехать пока. И что теперь? Как ситуация? Когда еще раз были? Ну, либо ждать. То есть, понятно, что это все сделают. А как долго ждать? Ну, в принципе, если была возможность, чтобы кран быстрее туда доехал, то и быстрее бы это все сделали. Ну, а пока сейчас, ну, работают над этим. А вы как, вот вы в почте живете? Конечно. А часто вот бывают такие тут происшествия, что там трамвай сходит, ломается? Постоянно. Постоянно? И как вот вам, как пассажирам, вот приходить? А вот так, х**, вот так мучается. Ну, часто, да, такое бывает? И вы знаете, вот, например, недавно был случай, вы стояли полная остановка, что у нас стоили не собралась на воде, в макушье, а там и стоит на кольце шесть трамваев. Я вынуждена была просто им испечь, потому что мы тоже спешили. И говорю, вот одна ситуация. Ну, сейчас я буду звонить, будет работать, и подашь в суток. И вот, да, это, да. Ну, постоянно. Ну, что это, ну, просто. Крада постоянная, постоянно. Ну, уже Чевченко пусть водится, люди просто мучаются. Блин, это плохо. И плохо, что нету альтернативы, когда отъехать. Нет, оно есть. Но наши власти об этом не думают. Этот Кличко, что мэр наш, может автобус пустить. Ага. Вот. Площадь Чевченко пусть водится. Нет. Нет. Они же знали, что ситуация такая с трамваями. Обычно всегда автобусы нет. Сейчас нет. Люди спешат. Все, бегом домой. Лавтра рабочие. Никого не касаются. В общем, плохо. Надо, чтобы городские власти, коммунальные службы быстрее реагировали и были готовы. Тем более, что тут это случается постоянно. Постоянно, постоянно. То дерево упадет, нельзя вытащить, то трубай сойдет, цель спас. Мы будем надеяться, что я репортаж приготовлю, что, может, какая будет реакция, потому что, ну, надо что-то делать. Еще в городе что-то делают, но вот этот раз, куща возится, и это самое, в Шевченке ничего не делают. Я понял. Будем надеяться, конечно. Ну да. А что надеяться? Конечно. Спасибо. А вы что скажете по этому поводу? Как было, так и будет. То есть вы думаете, что как было, так и будет, и ничего не поменяется? Да, ничего не поменяется. То есть на людей... То есть на наших городских властях и коммунальных службам на людей наблюдают. Они наблюдают свои машины. Они наблюдают Мерседесы, они самые свои. А на людей, они там не в доме, а на чекают. Ну да, если бы они пользовались транспортом, они может привникали в эти все проблемы. Они что едят на таком транспорте? Какие машины? Ага. Нет. Знаете, какие машины сколько они стоят? И ни одна, ни две, ни три? А что, это все время? Что можно вкрали, а что не будет столучиться только? Хорошо. Что, тетя Валь, ты будешь ехать? Сейчас попробуем. Ну вы едете, я пешком пойду, я там буду смотреть репортаж. Я сейчас пока буду стоять, пока этот проедет. Я понял. Если этот проедет, значит, ну пойду. Хорошо, ну я пешком тогда пошел. Вы едете, я буду контролировать. Вот так, друзья, вы видели, что люди очень недовольны тем, что происходит. И люди говорят, что такое тут происходит постоянно на этом участке. К сожалению, люди не очень верят, что что-то когда-то поменяется. Но будем смотреть, что будет происходить дальше. Вот мы сейчас пытаемся, чтобы трамвай тут проехал. Экскурсионный. Сейчас зеркала тут поскладываем. По тихеньку, поехали. Открывай, по тихеньку, поехали. Вот тихеньку, котимся, котимся, котимся. Проходим, 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 проходим. Проходим, 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 проходим. Все, Бубунь, люблю, целую. По тихеньку езжайте, вы проходите. Не-не-не, просто почему? Да, убери. По тихеньку, едем, 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 едем. Едем, проходим. Макс, смотри, там где шпала под рейсом лежит, чтобы я... как мы видим аккуратно аккуратно трамвай проходит поехали 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 родненько едем и едем и едем поехали ну тетя Валя должна проехать она уже а там смотреть на шпалы так идем все мы видим что проходит все нормально кран стоит поехали 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 хорошо давайте полежим так не командуйте один человек командует согласно один трамвай освободили вот тетя Валя ну тетя Валя нормально проходит как бы все отлично да поехали да не они пошли туда на тетя Валя трамвай что в прямом эфире делаешь не не я потом просто видео смонтирую отдельно как бы такой репортаж получится ну что интересно многие же не знают как это все происходит многие думают что это все просто да особенно пассажиры я это здравствуйте а я свою машину проводил конечно здравствуйте да вот вот так все произошло и вот колесо наехало прям сюда вот мы видим как последствия до сошел трамвай видим да а сходы мы видим пошел еще где-то аж аж отсюда тут он видим тормозил вот он аж откуда начал уже съехал вот сходу где-то произошел аж в этом участке получается напруга уже отключена расслаживается кран вот и будем освобождать наш трамвай вот кран вот выставили на такие специальные подпорки стрела крана вот разворачивается с крючком мы видим тут подготавливают сцепку чтобы его приподнять да 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 я вижу нет а там провода так приподнимаю сейчас трамвай вот мы видим трамвай уже приподнялся вера да да есть застав да Хороший! Чуть-чуть на меня сюда! В заднюю сторону чуть на меня! Туда! 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 Понял! Понял! Оп! Майна! Потихонечку майнает! Здесь! Здесь! Покườiника... Стоп! Нет! Подожди! Стоп! Вот это колесо! Это. Да подожди! Я видя! У меня реборда на рельсе! У меня реборда на рельсы! У меня реборда на рельсы сзади! На рельсе! Я проверил! Вера! Вера! все отлично вот и поставили Ничего я такого никогда не видел только в Харкове я видел так что они своим руководством поднимают и в Харкове много аварий но я не хотел там оставаться потому что что там много аварий везде бывают съезжают трамваи но я этого не хотел видеть и я специально переехал в Киев потому что что здесь не не столько аварий потому что в Харкове там каждый день аварий какие-то Ну а сегодня что ты видел тут я сегодня видел как поднимают трамвай и как называется кран и про на рельсы это первый раз видел тебе понравилось ну не очень почему потому что я сначала я думаю что они будут по-другому поднимать они так как ставят а оказывается краном они поднимают и вот так ну короче он съехал и пришлось вызывать эту машину ага что ты хочешь пожелать властям и руководству трамвайного депо я хочу пожелать чтобы они сказали руководитель который диспетчер чтобы следил по карте что съезжает а что не съезжают чтобы везде все было нормально на трамваях и на рельсах чтобы не пассажиры не чувствовали дискомфорта правильно в будущем эти все ситуации как бы минимизировать а если они случаются чтобы очень быстро реагировать на них правильно чтобы службы работали слаженно слаженно и хорошо расскажите свою историю комментарий и все что вы тут видели дайте оценку пожалуйста происходящим и так все знают что я занимаюсь электротранспортом со своей группой как бы вожусь как дурень со ступой с этими трамваями все знают мою любовь безумную к ним но в своем родном харькове в котором к сожалению трамвай сходят с путей просто каждый день практически я к сожалению на такое не попадала никогда один раз еще будучи там 20-летней девушкой проезжая мимо любого вы сейчас не помню как называется от остановка я видела трамвай который полностью спустили как бы с рельс полностью его сняли мы проехали мимо не будет но на меня это произвело очень такое впечатление просто необычайно но я им всегда хотела попасть как бы на сход хотела всегда попасть на то чтобы посмотреть как работают путейцы посмотреть именно на то как ставят трамваи и что при этом происходит и только сегодня мне наконец-таки удалось воочию то последний где-то в интернете не где-то на экране посмотреть а посмотреть действительно воочию как это все происходит это нереально интересно это такие эмоции что у тебя просто захватывает дух вообще как это делается выучила два новых слова вверх и вниз майна мира про да 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 для меня это было ну вообще очень интересно когда именно я смотрел как руками люди ставят вот эти вот колеса на рельсы вместе с краном но это непередаваемо знаете эти там два-три часа которые мы потратили на это ну эмоции которые мы при этом получили но они незабываемы мне просто как трамвайщику как любителю трамваев для меня это это такой просто колоссальный опыт но у меня просто нет слов у меня захватывает дух от такого хотя трамвай сошел в принципе немного он первой тележкой так немножечко первым сошел но как бы вообще посмотреть на сам процесс и не где-то в городе когда он сходит а именно как кран проезжает как быть преодолевает эти деревья преодолевает эти шпалы вырытые как мы стояли палками это все зарывали чтобы кран мог проехать блин ребят ну это классно как вы вообще оценить ликвидацию этого последствия на вы называете оценку дадите о том что ну как работали службы для меня это напоминало басню крылова лебедь щука и рак понимаешь о том когда у людей согласия нет на латых дело не пойдет и вы из него не дело тут только мука понимаете знаю что здесь например но разрывали чтобы менять шпалы деревянные на бетонные как бы здесь оставались огромные ямы когда знающие люди говорят о том что нужно заехать с другой стороны их никто не слушает едут и потом происходит вот такой вот казус что у нас не мог кран подъехать чтобы поднять трамвай ну блин ребят мы потеряли кучу времени кучу сил вот ну это неправильно все-таки должен быть лад и все все должно работать как часы потому что от этого зависит не просто как бы подвижной составы ли чтобы это не было это люди которые идут с работы которые люди люди которые едут но вот мы видели экскурсионный трамвай у людей был праздник понимаете там люди приехали они заплатили кучу денег за это и понимаете попали на вот такой все это можно было взять в два раза быстрее если бы был лад и было бы слаженно это все как бы это все было вместе если бы друг с другом все договаривались и когда бригада которая то все разрывала извините меня стояла черти где как мы поняли вот и даже не собиралась подходить с лопатами и мы ведрами и палками это все закапывали это выговор вам конечно чисто с моих хотя эти ребята это служба которая с нами ехала и ребята которые блин все это сами своими ногами делали я думаю они молодцы всем все кто попал кадр был с нами вот им большой респект я я между прочим от себя добавлю я катя ты не слышала я вот и шел и один работник говорит типа а ты что тут делаешь говорю ну вот еду это а это я что и подписчик типа я тебя знаю как там черкассы даже среди ремонтника у нас здесь свои подписчики люди которые нас смотрят это очень как бы приятно сегодня в трамвай заходить когда нас узнают да и ребятам большое спасибо они молодцы конечно даже они не зря на то что некоторые службы сработали не очень слаженно но эти ребята молодцы они все сделали быстро да вот ну блин будем надеяться что наши городские власти и начальство даты руководители транспортных депо просто будут извините друг с другом все-таки советоваться и работать было первых да надо этот этот участок лес да и в площадь севченко пусть а водится он он очень тяжелый нам пассажиры я спрашивал говорят тут случаются постоянно такие вот съезды то дерево упала ту ветка то вагон поломался то всех а а так как это дикий лес подъездные путя как бы ограничены и это та же самая аварийка доехать сюда очень тяжело то случается очень часто поэтому хочется чтобы эти все ситуации как бы наперед и были готовы к ним дату есть минимизировать и если это случается как-то быстрее на это все реагирует я свои пять копеек ставлю на счет того что ну как бы слышала там от многих как бы вот зачем сюда вообще трамвай как бы ребята это уникальное тому трамваю более 100 лет этим маршрутом его не надо убирать просто ухаживайте за этим обрезать и вовремя деревья следите за путями это будет лучше вот решили поменять шпалы например там деревянные на на такие на бетонный лучше сделать и вот это уникальное вы понимаете чтобы просто из города через лес ехать на трамвае это такое уникальное мне кажется такого нету нигде в мире вы поймите на самых обычных трамваях мы едем по самому настоящему лесу это колорит такой как это такая фишка киева что но не надо убирать это это то что нужно беречь это то зачем нужно ухаживать это то что нужно сохранять вот как когда-то хотели убирать фуникулер например его решили оставить как достопримечательность как какое-то наследие вот и оставьте пожалуйста трамвай который идет по лесу трамвай идущий по лесу вот эту пущую водицу ее надо сохранять ее надо сохранить за ней нужно ухаживать она должна ну и кроме того ребята не забываемся подписывается в фейсбуке на группу электротрансфорд мира и выкладывать и свои новости и следить за тем что происходит в жизни электротранспорта не только украины но и других стран это очень большая группа администратору перед вами екатерина поэтому электротрансфорд мира в фейсбуке присоединяемся и делимся своими новостями все что происходит все что видите фотографии статьи публикации какие-то чп до задержки транспорта где-то какие-то сходы транспортов изменения маршрутов пожалуйста потому что очень многие люди которые даже не являются транспортниками подписаны чисто для того чтобы видеть изменения маршрутов и планировать свой маршрут на завтра на сейчас как бы поэтому ребят пожалуйста подписываемся делимся новостями до ссылочка будет в описании от переходите пожалуйста ну и будем развивать электротранспорт и поддерживать его вместе что ребята спасибо вам что были с нами этому момент репортаж понравился вот так что пользуйтесь трамваями не обижайтесь и не обижайте трамвая любите электротранспорт до скорой встречи до свидания вам до свидания это катя потихоньку едем потихоньку да мы туда мы домой Я думала тебе забрать. Не, 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 спасибо.